На виды, видевший гармонию, перебирая хриплый строй, Слепец играл в чужом вагоне вдоль по дороге столбовой, А слепнувший подмолодечно еще на той-на той войне, Из лазарета он увечный пошел, зажмурясь по стране. Сама Россия положила гармонь с ним рядом в забытье И во владение подарила дороги длинные свои. Он шел к увечью привыкая, струились слезы по лицу, Велась дорога столбовая, навеки данная слепцу. Все люди русские хранили его, чтоб был он невредим, Его крестьяне подвозили, и бабы плакали над ним. Проводники вагонов жестких через Сибирь его везли, От слез засохшие полоски вдоль черных щек его легли. Он слеп. Кому какое дело до горести его чужих? Но вот гармонь его запела, и кто-то первый вдруг затих, И сразу на сердца людские печаль, сводящая с ума, легла. Как будто вдруг Россия взяла их за руки, Сама и повела под эти звуки, туда, где пепел и зола, Где женщины ломают руки, и кто-то бьет в колокола По деревням и пепелищам, среди нагнувшихся теней. Чего вы ищете? Мы ищем своих детей, своих детей. По бедным, вымершим равнинам, По желтым волчьим огонькам, По дымным заревам, По длинным степным бесснежным пустырям, Где со штыком в груди открытый, Во чистом поле, у ракит, Рукой родною не обмытый, Сын русский матери лежит, Где, если будет месть на свете, Нам по пути там, То тут непохороненные дети Гвоздикой красной прорастут, Где ничего не напророчишь, Черней того, что было там. Стой, гармонист, Чего ты хочешь? Зачем ты ходишь по пятам? Своё израненное тело Уже я нес в огонь атак. Тебе Россия петь велела, Я ей не изменю и так. Скажи ей про меня, Не станет солдат напрасно отдыхать, Как только раны чуть затянет, Пойдёт солдат на бой опять. Скажи ей, Нища покоя, Пройдёт солдат свой крестный путь. Ну и сыграя ещё такое, Чтоб я мог сердцем отдохнуть. Слепец лады перебирает, Он снова только стар и слеп, И раненый слезу стирает, И режет пополам свой хлеб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова